Строительство Свято-Симеоновского кафедрального собора длилось 10 лет, с 1873 до 1883 года. Назвали его в честь Симеона Верхотурского, небесного покровителя Урала и Сибири. К тому же это единственный храм на Южном Урале, где вот уже 134 года идут богослужения. И подробнее о нем нам расскажет краевед Юрий Латышев. Здравствуйте. Вот, Юрий Владимирович, изначально эта церковь была Клопичинская. Да, ну поскольку в 1837 году здесь появилось второе православное кладбище. Первое православное было Казанско-Богородицкое, это там, где сейчас магазин «Ритм». А вот второе в Заречье, и оно просуществовало до 1875-1876 года. Потом начали вокруг строиться дома и оказалось в жилой зоне. Поэтому запретили дальнейшее захоронение. Но, тем не менее, разрешение на строительство вот этой церкви выдали раньше, в 1973 году. Поэтому все равно ее продолжили строить. Кладбище уже не действовало как кладбище, но церковь была построена. И вначале она относилась к Троицкой церкви, к Троицкому храму. Собственного настоятеля здесь не было. Церковь, конечно, не такая, как мы вот сейчас ее видим. Она была такая очень изящная. Вот ее построили в 1883 году, а потом была сильная буря, и в 1889 году рухнула колокольня. Ну, ее, в общем-то, вскоре восстановили. Вот практически с 1890 года и по нынешней все время здесь служба, даже в советское время. В начале 60-х это была единственная церковь в Челябинске. Ну, а когда началась перестройка, это при Горбачеве, ну, были уже послабления, и им разрешили расширить. И вот с той, с другой стороны, то есть с западной и с северной, и немножко с восточной были сделаны пределы. С одной стороны, конечно, это была вынужденная мера, но жалко очень, что не сохранилось вот это изящное строение, которое, ну, на старых фотографиях видно, я вот ее хорошо помню. И, кстати, вот интересно, что художники очень любили рисовать. И вот в 50-е годы, я помню, как они на лужайке около нашего дома рисовали вот эту церковь, потому что действительно было очень красиво. В 1930 году Свято-Семеновскую церковь хотели закрыть, а здание отдать государству. К тому времени в столице Южного Урала закрыли практически все храмы. Спасла Свято-Семеновскую церковь неожиданно пришедшая инструкция Центрального исполнительного комитета. В документе говорилось, не допускать изъятия молитвенных зданий, использования религиозных объединений, если данное здание является единственным для того или иного культа, и церковь уцелела.